В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте в ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Глядя на этих девушек, сложно представить, что это офисные сотрудницы. Каждая из них, как минимум, только что с подиума. Вот уже второй раз в Челябинске проходит конкурс Miss Office. Здесь выбирают самую достойную, которая представит наш город на международном конкурсе. На самом деле, одной из главных частей нашего конкурса являются сольные номера. Буквально по минутке, но каждая девушка должна показать, на что она способна. Кто-то будет читать стихи, кто-то будет петь, кто-то будет там на полотнах какие-то акробатические этюды делать, кто-то будет драться с мужиком. Даже у нас есть такая. На что способны наши девушки, работающие в офисе, то они должны показать все свои таланты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для каждой участницы этот проект стал возможностью отвлечься от ежедневных офисных дел. Для меня это возможность выйти из зоны комфорта, выйти из офиса, познакомиться с новыми людьми, пообщаться, ну и познать новую грань себя. Для меня это в первую очередь победа была уже тогда, когда я решилась принять участие в этом конкурсе. Получила массу удовольствия на репетициях, то есть я вообще нисколечки не пожалела, что я решилась, что я пришла, что я пришла на кастинг. Девчонки все потрясающие, организаторы очень грамотно все делали. Подготовка была очень напряженная, но это и нравилось, то, что все так проходит быстро, интересно, новые девушки, новые знакомства, это очень круто. Я готовилась к этому событию и просматривала, как вообще общероссийский комитет выбирает девушек-претенденток на всероссийский финал. И обратила внимание, что проходят только высокие и красивые, ну и, конечно, талантливые. Финалистки прошлых конкурсов в этом году в составе жюри, но о своем участии в Мисс Опис 2017 вспоминают с теплотой. То есть процесс именно подготовки, хотя был очень короткий срок, у нас было две недели, это были послерабочие вечерние репетиции, но это настолько насыщенно, что можно было даже, ну, условно, не участвовать в финале, но вот этот сам процесс, он максимально прям вывел на положительные эмоции, было классно. Умная, красивая и талантливая – так охарактеризовали победительницу сами участницы конкурса. Корона в этом году досталась Елене Коноплевой, менеджеру модельного агентства «Эксклюзив». Конечно, волнение всегда есть, но я с ним справилась, показала себя на все 100%, выложилась как могла, и вот результат. Что же касается участия в российском финале, то эта история еще продолжается. Представительницу Челябинска, а может даже не одну, теперь будут выбирать путем голосования в сети. Мода в наши дни доступна чем когда-либо. Идеи высоких домов подхватывают более демократичные бренды, в том числе и те, которые работают с большими размерами. Как все это осуществляется на практике, смотрите прямо сейчас. Еще каких-то лет 20 назад мода была доступна очень узкому кругу людей. То, что представляли высокие дома на подиумах, только через год-два появлялась в демократичных брендах. В наши дни показы именитых дизайнеров можно наблюдать онлайн буквально из любой точки планеты. Как следствие, количество модников увеличилось. Оксана Бакаева, представитель крупнейшей немецкой компании «Цедер», прилетела в Челябинск из Берлина, чтобы познакомить продавцов-консультантов с последними коллекциями брендов «Фрап», «Виапи» и «Виапидуэ». Российская женщина уделяет больше внимания, я бы сказала, именно модным трендам, модным тенденциям. Именно поэтому российские байеры закупают то, что модно, то, что в тренде. Мы предлагаем тенденции прочитать перед тем, как коллекция выпускается в продажу, чтобы наших покупательниц одеть именно модно, красиво, в то же время комфортно, в то время как европейская женщина, она может быть одета просто очень удобно. Если рассматривать опыт нашей страны, то сегодня мы уже научились разбираться в качестве. Светлана Кузнецова начала свой бизнес 15 лет назад, и интересы клиентов за этот период менялись постоянно. Размерная доступность всегда была важна клиентам, чтобы никто не был обижен и не услышал, извините, у нас нет вашего размера, почему нет, размеры должны быть. Размерный ряд в 11 размеров, конечно, это очень привлекательно для покупателя, то есть не бывает вещей в трех экземплярах. Все немецкое ассоциируется прежде всего с качеством. Если говорить о моде, мы это видим в натуральных тканях, в инновационных технологиях и, конечно же, в современных линиях кроя, отличные посадки. Это и желание наших дам иметь возможность одеваться, кроме того, что на свободное время, еще и в офис, в офис, на работу. У многих требуется дресс-код, у многих требуется какой-то жакет. Нам нельзя уходить либо только в моду, в принты, представляете, что будет, если будет все только пестрое и яркое. Конечно же, в душе присутствует элемент классическое, все ровное, все красивое, все такое вот гладкое и безупречное. Вот это в Европе немножко отличается, да, там может быть у нас косой подол, это вот может быть горловина какая-то не такая, вот это что-то поетки пришиты, не все в ряд, в ряд, в ряд ровно, по линеечке. Вот к этому, может быть, еще будем возвращаться, будем учиться, будем показывать, что да, это так модно, да, это придает какой-то стиль. Немецкая мода заимствует все лучшее от мировой моды. От высоких домов берется индивидуальность, от масс-маркета размерный ряд и демократичная стоимость. Все это дает возможность выглядеть стильно и индивидуально, вне зависимости от возраста и размера. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК Горки, второй этаж. Второй фестиваль органического образа жизни «Органик Нейшн». С 1 по 3 июня на озере Тургаяк. Трехдневный семейный праздник. Йога-практики с мастерами из Индии, США, Мексики и России. Лекции и концерты. Детская анимация и вечерние шоу-программы. Регистрация на сайте organicnation.ru Проект «Доступная пластическая хирургия» из Милана – это консультации, операции, а также модные косметологические процедуры врачей из Италии. В их числе доктор Гайя – сертифицированный на территории России итальянский пластический хирург, автор уникальной методики нитевого лифтинга, член Европейской академии лицевой пластической хирургии. На его счету – более 10 тысяч операций по коррекции лица и тела. Европейская эстетическая концепция. Курс на естественность и индивидуальность, достойное качество материалов и высокий уровень медицинской помощи. Попасть на прием в Челябинске или Милане можно через врачей-координаторов Центра Арт-Медика. 775-19-88 Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Обычно летом светская жизнь нашего города приостанавливалась, но за последние годы количество громких опен-эйров увеличилось. В этом году таковым претендует стать проект «Топ-20 самых стильных персон» от журнала «План-Б». Где стильные персоны, там и модные фотографы. Для проекта «Топ-20» снимает Дмитрий Болотин. Сегодня соберутся пять красивых женщин, которых вы увидите 18 июля на чудесном мероприятии «Топ-стайл-20». И сегодня с фотосессию проводит Дмитрий Болотин совместно с Натальей Андреяновой как стилистом. Знаете, есть такое выражение, которое не я сказала, а Александр Маккуин, что самый лучший дизайнер – это природа. И вот именно поэтому это место, именно поэтому 18 июля все шоу у нас будет сопряжено с природой. В принципе, оно будет проходить на природе. И самый лучший дизайнер, самые красивые девушки. В принципе, все очень гармонично, все очень переплетено. И все должно получиться на высшем уровне. Здесь для меня лично, как для фотографа, есть атмосфера такого загородного ранчо. Если прищурить один глаз, отойти и размыть, то что-то, как это американское такое, ранчо «Техас», что-то напоминает. Это на самом деле классно. Ну, европейские есть, здесь уголки, которые тоже классно смотрятся в кадре. Очень давно мечтала сфотографироваться с лошадью. Сегодня моя мечта осуществилась. Мне сегодня еще повезло с погодой. Немножко ветреная, но это тоже придает какой-то немножко сумбур и какую-то пикантность нашей ситуации. Я уверена, что это будет бомбически интересный, яркий проект, от которого мы получим удовольствие и море эмоций. Звездные гости, невероятно стильные участницы, показы от известных дизайнеров и бутиков нашего города. 18 июля все эти модные идеи воплотятся в финале. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Чтобы там не писали в глянцевых журналах и модных блогах, каждый сезон льняные ткани всегда оказываются над модой и вне тенденций. Но, несмотря на это, популярность моделей изо льна неизменно высокая, а потому появляются они каждое лето. Лен в натуральной расцветке в лаконичных моделях – это своего рода классика летней моды. Характер образу в данном случае придают аксессуары. Долгое время основным способом украсить льняное полотно являлись вышивки. В последние несколько лет технологии обработки ткани позволяют наносить дизайнерские принты ярких оттенков. Леон – это всегда практично и комфортно. И, как уже было сказано раньше, актуально каждый летний сезон. При условии, конечно, что комплект с участием льна украшает конкретную фигуру. Проект «Доступная пластическая хирургия из Милана» – это консультации, операции, а также модные косметологические процедуры врачей из Италии. В их числе доктор Гайя – сертифицированный на территории России итальянский пластический хирург, автор уникальной методики нитевого лифтинга, член Европейской академии лицевой пластической хирургии. На его счету более 10 тысяч операций по коррекции лица и тела. Европейская эстетическая концепция – курс на естественность и индивидуальность, достойное качество материалов и высокий уровень медицинской помощи. Попасть на прием в Челябинске или Милане можно через врачей-координаторов Центра Артмедика. 775-19-88 Второй фестиваль органического образа жизни Organic Nation. С 1 по 3 июня на озере Тургаяк. Трехдневный семейный праздник. Йога-практики с мастерами из Индии, США, Мексики и России. Лекции и концерты. Детская анимация и вечерние шоу-программы. Регистрация на сайте organicnation.ru Благотворительные события в нашем городе проходят без преувеличения, скажу, каждый месяц. Одно из ярких событий последнего времени – это отчетный концерт сразу трех детских творческих коллективов – школы классического танца, вокальной студии и студии изобразительного искусства. Подробности в нашем репортаже. Из всех концертов, которые проходили в школе классического танца в течение этого учебного года, пожалуй, самым важным является отчетный концерт. По традиции проходит на настоящей сцене. Вместе с юными танцорами здесь выступают музыканты, вокалисты и художники. Подготовка у нас началась несколько месяцев назад. Мы уже планировали, что у нас будет какой-то масштабный такой спектакль. К сегодняшнему концерту в таком виде, какой он сейчас есть, мы готовились три месяца. А вообще многие номера мы уже танцуем весь год, получается, начиная с сентября на конкурсах и различных других мероприятиях. И очень важно увидеть не обязательно положительный результат, а именно огонь в глазах, который есть у детей. И что они все выполняют с желанием для себя, ни для кого-то, ни для меня, ни для мам, ни для папы. Вот именно для себя и это приносит им колоссальную удовольствие. В этом году совместно с художественными руководителями мы приняли решение, что наш концерт будет благотворительным. Они хотят выступать, улыбаться, показывать свое искусство и своим талантом поддержать других деток, которые могут только мечтать о сцене. И, конечно же, их родители, чтобы они знали, что все возможно в этом мире. Очень важно, когда дети сами участвуют в таких добрых благотворительных мероприятиях. И не на словах, а на деле могут доказать, что они могут помочь своими талантами, своими ресурсами, своим желанием поделиться счастьем и показать, что они готовы прийти в твою помощь. Одна из миссий нашего фонда – это приучать детей к правильной благотворительности и родителей. Еще одна традиция этих коллективов – предварять спектакль выставкой юных художников, самым младшим из которых едва ли исполнилось 4 года. Больше всего мне нравится рисовать мою маму. Назвала картину «Волшебное сияние». Эти точки, вот, сирнички. Это картина «Море». Я рисовала ее гулашью, техникой мазки. Мне больше всего нравится то, что как бы тут сквозь своду показывается, а не сверху, нет. Участвовали юные художники не только в выставке, но и в самом спектакле. Зрители увидели три настоящих арт-перформанса. При том, что одна из картин создавалась во время вокального номера на платье исполнительницы. Наши детки все прекрасно умеют, все выучили, все схемы построения мы изучали в течение года, все техники. И поэтому нам необходимо было просто прорепетировать один раз, ну, с кем-то дважды, с детьми поменьше. Вот мы вчера повеселились и раза три прошли наш номер. Но, учитывая, что детки действительно способны и у них все получается, у нас все было здорово, легко и весело. Поэтому все репетиции были действительно в радость. Я очень рада и я очень давно ждала этот концерт. Мне он очень понравился. Я буду заниматься танцами в будущем очень-очень много и надеюсь получить хорошие результаты. Праздник творчества и доброты состоялся. Артисты, художники и их педагоги получили заслуженные аплодисменты, а также собрали средства на реабилитацию девятилетней Мирославы из Челябинска. Кстати, впереди каникулы, во время которых особо преданные своему делу ребята продолжат свои занятия. Все сюжеты Бьюти Тайм, а также новости и анонсы событий на нашем сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. На этом выпуск завершен. До встречи. Команда Бьюти Тайм ТВ благодарит партнеров проекта «Модный дом я», студию макияжа «Френды» и мидж-студию Елены Ивановой. Команда Бьюти Тайм ТВ